Родни Белинда Хендерсон Добро пожаловать! Вы ее знаете, да? Белинда, встань, пожалуйста. Это моя невеста. Мы уже в этом году празднуем 33 года совместной жизни. И она моя радость, которой я горжусь. И Господь дал ее мне вообще-то 35 лет тому назад. Мы учились вместе в старших классах. И я пригласил ее на выпускной бал. Она была моей подругой на выпускном бале. И с тех пор мы влюбились по уши друг в друга. И мы благодарим Бога друг за друга. И Господь дал нам четырех прекрасных детей. У нас 28 лет одному ребенку, 26, 22 и 18. И у нас есть двое внуков. Ну, в общем, очень весело быть родителями. Но я хочу сказать, быть дедушкой и бабушкой, это еще веселее. И когда ты родитель, и дитё просит конфету, ты чувствуешь, что тебе надо сказать «нет». Потому что они с сахаром наедятся, и потом их не успокоишь. А внукам, только суешь эти конфетки, и отправляешь их домой к родителям. Но Господь действительно нас благословил. Я хочу передать вам привет от Международного дома молитвы в Канзас-Сити. И в этом году мы отпразднуем 14-летие именно уже полностью круглосуточной молитвы. поклонение. Вот это вот сочетание молитвы и поклонения уже 14 лет подряд не прекращается. И мы нацелены по благодати Божией за то, что огонь в Канзас-Сити вообще не потухнет до тех пор, пока Иисус не вернется. И я верю, что так оно и будет. Я верю в то, что мы увидим, как Иисус возвращается. Я, по сути, уже вам выдал немножко свой возраст. Мы женаты 33 года. Мне сейчас 54. Я не скажу, сколько лет моей жене. Ей все время 40. Но моя мечта в том, что когда я состарюсь, чтобы я был здесь, как Симеон, чтобы я мог быть на этой земле и увидеть приход Иисуса, когда Он вторгнется и утвердит Своё царство здесь на земле, как и на небе. Я молюсь об этом. Я просто хочу быть, «Види, Господь Иисус!» И я верю в то, что это может произойти в наши дни и в наш час. Ведь это великолепно было бы. Я верю в то, что мы живем в поколении, которое одно из самых ценных поколений за всю историю. Вот вы можете верить в то, что Бог выбрал, чтобы мы жили именно в этот период истории? Я действительно чувствую, что это честь, что я живу в это время, в этом поколении. И мы знаем, что сейчас на земле многое плохого происходит. Но мы видим в Писании, сказано, что пшеница и плевелы будут расти вместе. Хорошее и плохое будет расти вместе. И поэтому я верю, что когда мы видим, как зло возрастает по земле, то это значит, что мы живем в такие дни церкви, когда просто неповторимый подъем невесты Христова происходит. Неповторимый, такого, как раньше не было пробуждения происходит. И в наш час мы будем видеть, как пробуждение придет на эту землю, как никогда ранее. И вы будете видеть, как праведность святых будет расти. И вы знаете, я в этом убежден. И для нас это честь, как для святых, как для детей Божьих, как для невесты Христовой, жить в такой час, такое время. Мы особенные. Посмотрите на соседа и скажите, «Ты особенный». Просто посмотрите друг на друга и скажите, «Ты особенный». «Мы особенные». Это особенное время. Правду говорю вам. Вау. Дух Святой. Приходи, Господь. Приходи больше. Наполняй Ялту. Наполняй Ялту. Отвечай на молитвы, которые были произнесены над Ялтой. Отвечай на них, Господь. В этот час приходи, Господь. Мы любим Твое присутствие. Приходи, Господь. Мы любим Тебя. Просто говорите Ему, что вы Его любите. Скажите Ему это. Он здесь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Господь, посещай нас. Почему бы сейчас Тебе это не делать? Во имя Иисуса Мы берем власть над всякой чуждой силой, которая может попытаться вмешаться в движение Духа. Мы обличаем врага во имя Иисуса и мы провозглашаем кровь Иисуса над этим служением. Дай нам уши, способные слышать то, что говорит Твой Дух во имя Иисуса. Аминь. Для меня удовольствие быть с Вами. Я слышал много хорошего о Ялте. И я верю, что это все правда. Это одно из самых красивых мест в мире. И мы гуляли на побережье, и мы видели снег на горах. И возможность здесь посмотреть на Черное море. Просто на все это творение Божье. Я считаю, что для нас честь, что мы могли сюда приехать. Вы знаете, сегодня я хочу поговорить вам таким вот душевным разговором, таким личным разговором, тем, что у меня на сердце рассказать. Я хочу вам рассказать, почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Почему мы делаем то, что мы делаем. Почему мы посвятили свою жизнь этому движению молитвенному, круглосуточному, которое по всей Земле есть. И оно действительно по всей Земле. А вот в Канзас-Сити оно уже 14 лет длится. Но в Канзас-Сити это группа тоже слабых и сокрушенных сосудов, во многом похожих на вас. Ничего такого особенного в нас нет. Но Бог дал нам благодать, особенную благодать, приходить и развивать вот эту вот постоянную круглосуточную молитву. мы можем сказать, что Бог дал нам благодать, чтобы мы могли строить нечто, что станет примером для остальных народов. Мы им говорим, мы вам не советуем быть такими, как мы. мы делаем это круглосуточно. И многие люди говорят, мы тоже хотим так, чтобы круглосуточно. Говорят, нет, мы вам не советуем сразу за это хвататься. Просто делайте, да, идите по этому пути с каждым разом больше и больше по мере той благодати, которую Бог дает вам. и это во многих местах по всей Земле. И там тоже поднимается день и ночь. В некоторых местах сейчас, во многих местах это 12 часов в сутки. В многих местах это сейчас, на данный момент, 6 часов в сутки. Где-то 12 часов в неделю. Но Бог поднимает молитвенное движение. Действительно, чтобы привести, ввести это пробуждение. И чтобы они были предшественниками второго предшествия Господа. И это происходит по всей Земле. Я могу вас повезти в разные части азиатских стран. На Филиппинах, в Таиланде, в Тайване. Я могу в Корею вас повезти. Я могу повезти вас в Бразилию, в Гонконг, в разные части Америки, в Мексике, в Центральную Америку, в Африке, в разных концах, в Европе. Бог поднимает Свой дом. И это не просто какое-то одно место. Это пересекает границы. И в Канзас-Сити каждый человек несет ответственность за 24 часа молитвы в молитвенной комнате в неделю. И плюс еще к этому у нас есть обязанности в служении и в миссии нашей. Если ты один из 1500 студентов, которые в нашей школе учатся, то у тебя есть ответственность 24 часа в неделю провести молитвенной комнате. И каждый уделяет много времени в молитве. И в нашем доме Бог соединил это все еще с поклонением. И сегодня поклонение было великолепно. Я очень люблю поклонение. И Господь в Канзас-Сити соединил вот эти две части. И это действительно очень уникальное сочетание получилось. Но мы с женой в наших сердцах размышляли о том, что у Господа есть для нас на следующий сезон нашей жизни. В прошлом 10 лет я работал в мире бизнеса. Мы отучились в семинарии, мы поднимали церкви, мы были пасторами церквей. И в ИХОП мы сейчас уже 8 лет. И в ИХОПе мы служили во многих отделах. В свое время мы были вице-президентами университета. Мы занимались нашими международными отделами. Но мы посмотрели на нашу личную пророческую историю жизни. И мы заметили, что в нашей личной пророческой истории каждые 8 лет мы видим, что происходил какой-то сдвиг в нашей жизни. Каждые 8 лет какая-то перемена серьезная. И вы знаете, что в Библии 7 это число полноты. А 8 это новое начало. И вот в нашей жизни это действительно так. И мы смотрим на нашу жизнь, мне 54. И через 8 лет мне будет 62. это кажется просто нереальным. Через 8 лет после того мне 70 будет. И я думаю, вау! Нам нужно следить за тем, чтобы мы слышали голос Божий на следующие 8 лет нашей жизни. Наше желание, конечно, в том, чтобы иметь какой-то такой оставлять такой след важный. Именно в том, что Бог делает. Мы хотим соединиться, присоединиться к Богу в том, что Он делает. И чтобы иметь какое-то влияние, чтобы наши последующие 8 лет нашей жизни имели влияние. Я думаю, что желание всех ваших сердец такое же, правильно? Времени у нас мало. И мы не хотим даром тратить время. Но все, что мы делаем, чтобы оно имело влияние в пользу славы Божьей. И помните, что я уже сказал? Когда мне будет где-то 88, я буду сидеть в кресле в таком качалке и ждать, когда же Иисус придет. Но когда мы рассматривали нашу жизнь и оценили то, что мы делаем, и скорее всего мы понимаем, что Господь оставит нас еще в Международном доме молитвы. Но последующие 8 лет в нашем сердце будет происходить какое-то обновление. Но оценивая то, что мы делаем и почему мы это делаем, нам есть над чем подумать. Почему мы поклоняемся царю? Почему мы поклоняемся день и ночь? Почему мы молимся? И я для себя определил около пяти причин, которыми я хочу с вами поделиться сегодня. Некоторые причины просто очевидны. Некоторые, может быть, не такие. Но первая причина, по которой мы делаем то, что мы делаем, это потому, что Бог заслуживает, Он достоин всякой хвалы и поклонения. Когда ведется круглосуточная молитва и поклонения, это потому, что Бог заслуживает, Он достоин всей нашей хвалы и восхваления. Однажды я повез команду нашу в Гонконг, и Гонконг вообще прекрасный город. И мы были в автобусе с открытым верхом, и мы ездили по территории, где было много подъемов. И в нашей команде была молодая девушка по имени Кэйти. И я посмотрел на Кэйти, она сидит, плачет, обливается слезами. И как папа команды. Мы, в принципе, это роль, которую мы тоже выполняем в Доме молитвы, мы мамы и папы. Я говорю, Кэйти, что случилось? Она смотрит на эти все холмы, и она говорит, Иисус заслуживает всей хвалы. Он достоин всякого поклонения. Она говорит, Иисус заслуживает Иисус заслуживает всякого поклонения от народа Украины. Иисус заслуживает всю хвалу и поклонение всех людей в России. Иисус заслуживает всей хвалы и поклонения всей Европы и всех народов. И Бог призвал нас, как Свой народ, чтобы мы направляли всех взор на Иисуса. Это то, кем мы являемся. В этом наше призвание воздавать хвалу и поклонение Иисусу. Вторая причина это потому, что Бог так говорит это делать. Мы делаем то, что мы делаем из послушания. Из послушания. Вы знаете, когда мы слышим голос Божий, мы делаем то, что Он нам сказал, «Мы послушны». Третья причина. И эта причина очень интересная. Вы знаете, когда Иисус ходил по земле, Он однажды сказал пророческое слово. Он говорил со Своими учениками, и Он сказал, «Мой дом назовется домом молитвы для всех народов». И когда Иисус о чем-то пророчествует, то это и произойдет. то, что происходит в этот час, это раскрытие, это исполнение пророческого слова Иисуса. Когда Иисус говорит, «Мой дом», наречется домом молитвы, то значит, это и будет. Правда, если Он сказал, так и будет. И это не одно из пророческих слов, которые мы, как люди, можем сказать. Потому что иногда мы что-то слышим и говорим, и оно может произойти, а может и не произойти. Но если Сын Божий, если сам Иисус, если Он сказал, «Мой дом» назовется домом молитвы для всех народов, то на это слово можно полагаться. Значит, оно точно произойдет. И это то, что происходит в этот час. Да. И интересно вот что. В начале Молитвенного дома нашего Майк Биккел услышал голос Божий своими ушами. Слышали голос Божий. Это как раз было начало церкви, которая дала начало молитвенному дому Айхову. И Майк на то время был молодой человек, он посещал бедных. И Господь ему сказал, «Через одно пока...» Это то, что он услышал ушами, то есть это вслух. И если ты слышишь Божий голос вслух сказанный, то ты уже точно обращаешь внимание на это. И он услышал, «Через поколение...» Я изменю понимание и выражение христианства на земле. За одно поколение. Я изменю то, как понимают и как выражают христианскую жизнь по всей земле. И я верю в то, что это то, что происходит. Происходит эта перемена понимания. Потому что я верю, что в церкви будет снова сила Божия появляться. Что внешний мир будет смотреть на церковь. И будут смотреть на церковь, как на источник ответов. Что будет в церкви то, что необходимо на данный час. Это будет в церкви, и люди в народах будут приходить к этому. И будут говорить, нам нужно исцеление. Нам нужно свободность. Нам нужен Спаситель. Они будут приходить в церковь. Не в больницы будут идти, а будут идти в церковь. Потому что в церкви будет сила. Так как это было во дни Иисуса. Мы возвращаемся к дням Иисуса. Понимаете? И вы можете себе представить, что бы происходило, если была бы такая настоящая сила в этом доме? Я не говорю, что здесь нет определенной меры силы. Но если бы была настоящая в полноте сила, вы не смогли бы никого выгнать с этого места. Они бы приходили, все, им не нужно исцеление. Но сейчас в церквях советуют, а вы обратитесь к врачам, вы сходите в больницу. Потому что никто не говорит, приди ко мне. Приди в мой дом. Но вторая часть того слова, которое было дано Майку, это то, что будет перемена выражения. И мы верим, что вот именно эта перемена выражения будет в том, что Божий дом будет действительно домом молитвы. Нам в буквальном смысле было сказано Господом, что это будет выражение скинии Давидовой, где идет сдвиг всего внимания на Господа. Западная церковь и наверняка украинская и российская часто ставила все внимание свое на себе. А Господь говорит, нет, это меняется. Я буду в центре внимания. И люди, которые будут приходить в мой дом, они будут смотреть на меня и поклоняться, и служить мне. И будут происходить перемены. В моем доме мой дом назовется домом молитвы. И если молитва и поклонение не стоят в центре церкви, то, возможно, это не его дом. Будет много церквей, которые будут продолжать функционировать и называться его домом. А Иисус, возможно, скажет, я вас не знаю. Мой дом наречется домом молитвы для всех народов. И четвертая причина, почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. и, может быть, это действительно превалирующая причина, которая есть в моем сердце. это то, что мне нравится присутствие Божье. Я обожаю присутствие Божье. Вам тоже нравится присутствие Божье, правда? и я просто уже присел, я зависим от присутствия Божьего. И я хочу быть в присутствии Божьем. Поэтому мы занимаемся, чем мы занимаемся в доме молитвы, потому что мы действительно сами очень хотим быть в присутствии Божьем. Мне нравится присутствие Божьего. Мне нравится чувствовать Бога. Мне нравится переживать встречи с Богом. Мне нравится Его присутствие. Я верю, что оно вам тоже нравится. Вы люди Его присутствие, правильно? Вам тоже это нравится. Вы тоже хотите, чтобы Бог был в доме. царь Давид тоже обожал, любил присутствие Божьего. Вы знаете, помимо Иисуса в Библии о Давиде сказано после Иисуса, он второй человек, о котором написано в Библии по количеству того, что он написал и как о нем написали. И Давид действительно был зависим от присутствия Божьего. Мы знаем, что Давида назвали царем, еще когда ему 15-16 лет было. И потом прошло лет 20, прежде чем он действительно стал царем. И он прошел через много испытаний, через много пещер, через много долин. много трудностей прошел, чтобы достичь того, к чему он был призван. Но потом он занял свое место как царь над Иудеей, над Израилем. И я уверен, что тогда он написал 26-й Псалом, поздно вечером сидел там в храме один, в доме своем сидел в храме. И он говорил, да у меня уже все есть. Я царь одного из самых великих народов во всей истории. Но мне чего-то не достает. Мне не достает чего-то. Одного желаю я, одного я ищу, это присутствие Господа, чтобы созерцать Его красоту, чтобы быть в Его присутствии. Он сказал, вот чего я хочу. И потом Давид, он начал действовать в этом направлении. Если вы помните, до того, как родился Давид во дне Илия, ковчег Завета, который связан был с присутствием Божьего, он был отнят от Израиля филистимлянами. И его отнесли в пустыню. И, по сути, до времени Давида ковчег так и не вернулся еще на то время в Дом Господень. А ковчег собой символизировал самую суть присутствия Божьего. И Давид сказал, нет, мы должны вернуться, мы должны пойти и взять это. И он собирает своих солдат. И он идет, чтобы вернуть этот ковчег. И мы с вами сейчас уже знаем, как развивалась история, что первый раз, когда он сделал попытку, он сделал это по человеческим понятиям. И неправильно действия предприняли. И сказано, что Уза один из людей, которых был убит. Он протянул, чтобы поддержать, он руку протянул и прикоснулся к ковчегу. И сказано, что присутствие Господня ударило по Узе. И он убит был. И Давид сказал, так, все, я не хочу больше к этому. И поэтому он отдает этот ковчег в дом Авидара. И сам возвращается, Давид возвращается в город. И, наверное, грустный, наверное, плакал, наверное, там бурчит, что-то себе стонет. И он, наверное, думает, я не могу поверить, что Бог так сделал. Но потом он начинает наблюдать, что происходит в дом Авидара. И там видно, что благословения Божьей стали просто прорываться в дом Авидара, там, где присутствие Божье было. И все, что там происходило, стало хорошее происходить. А он был однажды бедным, но теперь этот человек разбогател. Его короба были такие крупные, хорошие. Я имею в виду, его жена была уродливая, а тут красавица и стала. Я имею в виду, все, что нужно происходило. Я имею в виду, благословения Божьей просто прорывались в дом. И Давид говорит, нет, я все-таки верну. Он берет Слово Божье теперь, и он использует Божьи планы. И он приносит Ковчег Завета в Иерусалим. И сказано, что когда он принес его, это вообще великолепная история, вам нужно ее почитать. Когда он приносит его, он ставит его в определенном месте, и вокруг него ставит шатер. То есть, такое вот покрытие ставит нам. И это была временная обитель для присутствия Божьего. Временная обитель. И Давид хотел построить храм для присутствия Божьего. Но Бог ему сказал, ты человек, ты воин. Ты не можешь этим заняться. Но ты можешь построить это временное место. А твой сын, сын Давида, он уже построит постоянное место для присутствия Божьего. И поэтому, когда Давид устроил это временное место, Господь дал инструкции Давиду как музыкантов устроить, певцов. Я убежден, что там и ходатай были, священники. И все в центре внимания было то, чтобы служить Господу. Это было круглосуточно. И это все было служение Господу. Для присутствия Божьего, для него. И это было названо Скиния Давидова. Но царь Соломон, сын Давидов, ему была дана уже в жизни свобода иметь возможность построить храм. И мы потом видим, как ковчег перенесли в храм. И это уже была вот эта постоянная обитель. А об этом сказано в Амосе, в книге Амосе. Там сказано, что в тот день, и это говорится о наших днях, я восстановлю Скинию Давидову, Скинию падшую. Он говорит, я хочу восстановить Скинию Давидову в тот час. И подушайте, это то, что Господь делает сейчас. В мои дни, ваши дни, Господь утверждает это временное обитель, где постоянное поклонение и молитва по всей земле. Господь приносит восстановление. И все-таки это временная обитель, потому что есть другой сын Давидов. Есть другой сын Давидов. Он грядет. Есть другой сын Давидов. И он утвердит уже постоянную обитель. И его зовут. Вы понимаете, о чем я говорю? Следите за мыслями. Мы в этот час и через язычников, через язычников, среди языческих народов, Господь подымает эту временную обитель. И потом сын Давидов, Иисус, придет, и Он принесет Своё Царство на земле, чтобы оно было на земле, как и на небе. Я люблю Его присутствие. И я убежден, что мы живем в такой час, когда вот именно это Господь делает. И вы знаете, в присутствии Божьем есть свобода. В присутствии Божьем есть высвобождение. В присутствии Божьем есть исцеление. Вы знаете, вообще, присутствие Божье это настолько удивительно. В Канзас-Сити у меня был очень хороший друг. Вообще-то он живет на восточном побережье Америки. И у него был друг тоже. И вот этот уже второй друг, он в жизни боролся с многими проблемами. У него было очень серьезное повреждение спины. У него были ситалищные нервы, щемлен, ему ноги болели. Он боролся с депрессией, с серьезной депрессией. И также у него были проблемы в браке. И вот мой друг служил этому своему другу. Он сказал, давай я тебя повезу на другой конец Америки. Я хочу послужить ему. Я хочу привезти его в Канзас-Сити, в Ихоп. Он сказал, я сначала побуду там дома где-то неделю у них. Я говорю, прекрасный план, давайте сделаем. И где-то через два дня после того, как они начали путь, мне этот мой друг звонит. Он говорит, можно я его привезу домой? Но ты сказал, что ты через неделю придешь. Он говорит, нет, но я просто сам не справляюсь. Потому что он в жалком состоянии. И от этого я сам уже начинаю заражаться этим состоянием. Он постоянно стонет, но если ему болит, и он в депрессии. Я чувствую, что я начинаю заражаться этим депрессом. Мне нужна твоя помощь. Я говорю, хорошо, приезжайте быстрее, давайте. И буквально через 6-7 часов они уже в Канзас-Сити. И я увидел, что происходит. Этот человек выходит с машины, и он сразу такой, о-о-о-о! Ой, спина, нога! Ну, действительно, ему было больно, он еще очень это выражал. Я говорю, давай пойдем в молитвенную комнату. И как только мы приходим в молитвенную комнату, он заходит, и сразу же Бог его касается. И он говорит, о, Иисус! Он начинает плакать, плакать. О, как здесь хорошо! И потом он слышит голос Божий. И Бог ему говорит, иди на улицу, позвони своей жене, и скажи ей, что ты ее любишь. Нет, Божий, нет, здесь так хорошо, зачем ты так? Я не хочу вообще с ней разговаривать. То ее присутствие такое хорошее. Я не хочу сейчас идти с моей женой говорить. И в конце концов, Бог его убедил, чтобы он это сделал. Но Бог его убеждал минут пятнадцать-двадцать. И постоянно говорит, позвони жене. Пойди, позвони жене. Позвони жене. В конце концов, он выходит на улицу. И он не очень, так сказать, умный человек. Потому что, когда он дозвонился жене, он говорит, дорогая, Бог мне сказал позвонить тебе. и сказать тебе, что я тебя люблю. Ну, кто так говорит? Она такая, ну, а ты вообще меня любишь? Он говорит, конечно, я тебя люблю. Он говорит, ну, ты мне уже двадцать лет ничего на эту тему не говорил. И он потом ложит трубку, возвращается в молитвенную комнату. И сразу же сила Божья очень сильно сходит на него. Его спина сразу же исцеляется. Нога сразу же исцеляется. Депрессия сокрушается. И брак его тоже начинает исцеляться, восстанавливаться. Через год мы с Белиндой ездили в Канаду. И этот человек приехал на встречу с нами на служение, приехал с женой. И они шли по проходу рука за руку. И у них было исцеленное отношение. Послушайте. Все возможно в присутствии Божьем. Я люблю присутствие Божьем. И поэтому я делаю то, что я делаю, потому что я люблю присутствие Божьем. Пятая, шестая тренинг. Пятая вроде причина. Вот о пятой причине невозможно было бы сказать, не поговорим о предыдущей. Потому что многие люди смотрят на пятую причину. И начинают религиозно развивать себя по поводу пятой причины. Если она прежде не проверена, не утверждена в присутствии в любви Божьей. Потому что пятая причина — это справедливость Божья. Луки 18. Это одна из моих самых любимых притч. Я себе так представляю, что Иисус сидит возле костра, наверное, кушает рыбу. Наверное, ну, как в Ялте, рыба кругом. И вот они сидят у костра, я себе так представляю. И Иисус со своими учениками. Он им говорит, я хочу вам рассказать историю, чтобы помочь вам непрестанно пребывать в молитве, и чтобы вы не теряли стремление своего. Иисус начинает сразу объяснять, зачем Он им рассказывает эту историю. Чтобы они не разочаровывались. И чтобы они могли непрестанно пребывать в молитве, не разочаровываясь. И я не знаю, как вы, но часто ко мне подходит разочарование, потому что я к чему-то стремлюсь. Правильно? Мы молимся, мы молимся, но ответа не видим. И от этого начинает разочарование подбираться. Правда? Согласны? Вы меня понимаете? Вас бывает разочарование подходит к вам? Поднимите руку, к кому разочарование иногда подходит? Если к вам разочарование не подходит, то, скорее всего, вы еще не молились серьезно ни о чем. Но Иисус говорит, я хочу вам рассказать притчу, чтобы помочь вам быть настойчивым. Вот был однажды несправедливый судья в городе, злой человек. Ему было наплевать на людей, ни страха Божьего он не имел. И он не заботился о том, что происходит с людьми. Но также была вдова, и вдова — это женщина, которая потеряла своего мужа, потеряла главу своего дома. И, наверное, из-за этого она также потеряла определенные права в городе. Потому что часто люди пользуются теми, кто не может себя защитить. И поэтому эта вдова, она приходит к этому несправедливому суде и просит у него решить свою проблему. Она говорит, со мной поступили неправильно, и мне нужно, чтобы была справедливость. Мне нужен, чтобы был кто-то, кто за меня заступится, и чтобы это неправильно исправить. И она приходит и говорит, справедливость, восстанови справедливость в этой ситуации, восстанови справедливость. Он говорит, нет, оставь меня в покое. Мне все равно, что в моей жизни, убирайся прочь от меня. Она говорит, нет, я прошу справедливости. И куда бы этот судья ни шел, она шла за ним. Когда он уходил с работы из местного зала суда, она там была. Пошел в магазин за покупками, и она там же. Решил свою жену пригласить на ужин где-нибудь на побережье Ялты в ресторане. И эта вдова там стоит на побережье. И кричит, справедливости, справедливости прошу. Правильно? Представляете себе. Я думала, что она может такого вот роста была. И она, нет, но я не говорил, как ответ на справедливости хочу. И судья говорит, хорошо. Я сдаюсь. Не потому, что я за тебя предупреждаю, не потому, что я такой справедливый, а потому, что ты меня достала. Хорошо. И Иисус говорит, видите, что сказал несправедливый судья, то насколько же больше Бог справедливости даст справедливость тем, кто взывают к Нему день и ночь, ночь и день. Он говорит, правду вам говорю. Он исполнит справедливость и быстро это сделает вскоре. Это будет вам обещание от Бога. Бог справедливости вторгнется в ситуацию и исполнит справедливость. И вопрос такой, а что такое справедливость? Что такое вообще справедливость? О чем Он говорит здесь? Мы говорим, когда речь идет о справедливости. Помогите мне, идеи ваши. Потому что в разных культурах понятия справедливости иногда выглядят по-разному. Или мы даже используем разные понятия. Но вот что здесь по-настоящему подразумевается? Справедливость — это когда то, что неправильно, обращают в то, что правильно. Иисус никогда не усложил понятия. Это мы усложняем понятия. Иисус говорит, Я пришел, чтобы превратить плохое в хорошее, обратить плохое в хорошее. Иисус пришел, чтобы освободить пленных. Иисус пришел, чтобы исцелить больных. Иисус пришел, чтобы разбить депрессию. Иисус пришел, чтобы принести спасение. Вот то, что делал Иисус, вот это справедливость. И Бог приглашает нас в эту справедливость. Он говорит, молитесь. Непрестанно молитесь. И я исполню справедливость в вашей ситуации. Ты молись. Ты проси у меня пробуждение. И я принесу пробуждение. Вот это справедливость. Я верю в то, что нам нужно иметь хорошее понимание Божьей справедливости. И того, что у Него на сердце. Вообще, Бог обожает преображать города, народы. Вы знаете, что для вашего Бога нетрудно принести настоящее преображение. Он же большой Бог. Он действительно такой. Мы часто думаем, что Он маленький Бог. Но на самом деле, Он большой Бог. И в Канзас-Сити вот этот район, где было построено здание Айхоп, до того, как там появился Айхоп, это считался одним из самых худших районов города. Основные преступления, убийства, убийства, когда стреляют с машины, наркотики, проституция. Этот район считался одним из самых худших. Через три года после того, как там началась круглосуточная молитва, когда люди призывали нашего Бога, чтобы Бог вторгся, и чтобы Он принес преображение, через три года местные власти уже в прессе даже заявили, что пошло очень сильное снижение преступности на 70 процентов приблизительно. Также в прессе пресса обратилась снова к местным властям, а что вы такое сделали, чтобы этого добиться? Может быть, вы полиции больше докажили? Или вы изменили какие-то программы, по помощи этим? Что вы сделали? Они говорят, а мы ничего не делали. Но мы знаем, что произошло. Там есть группа людей в том районе, в нашем городе, которые день и ночь уже взывают к своему Богу три года подряд. И их Бог, их Бог, это Он в торгсе, Он пришел, и Он изменил все в нашем городе. Вот так вот. Ведь это великолепно, правда? Еще одна небольшая история. Где-то на 10-м году существования Айхопа, одна из наших основных тем молитв в Канзас-Сити, это пробуждение. Чтобы Бог пришел в силе. Чтобы Он просто пришел и высвободил невероятное пробуждение. И где-то вот на 9-й год, и вообще-то 10-й год, где-то там вот. На то время я был вице-президентом студенческого нашего состава, нашего университета. И уже год, где-то на протяжении года мы видели, как Бог внезапно сходил на студентов во время занятий. Он просто сходил внезапно. И люди получали исцеление, получали освобождение, и что-то невероятное происходило. Радость в людях восстанавливалась, исцеление проявлялось. Но потом это уходило. И мы говорили, куда ты ушел? Нам очень нравится, когда ты здесь. Но Он просто, это присутствие потом отходило. Потом где-то через месяца два, опять где-то, вот я! Бам-бам-бам! И опять что-то происходило. А потом опять уходило это присутствие. На другом занятии. Бам-бам! И мы такие, вау! Может, ты придешь и останешься у нас? Ты нам очень нравишься. Где ты, Дух Святой? Приди! И потом однажды, где-то вот после года того, как вот такое временные приходы были, однажды мне приходит смска от моего сына. А он на то время в университете нашем учился. И он пишет, папа, быстренько приезжай. Он здесь. И я отвечаю, кто здесь? Он говорит, он! Он здесь! Приезжай! Так кто? Кто? Кто здесь? Да Дух Святой здесь! Приезжай! Давай маму бери, приезжайте! Я беру Белинду. Мы приезжаем в университет. И Дух Святой опять сошел на один из студентов первого курса. Это вообще даже новенькие были, совершенно новенькие. Они были новички в нашем университете. Если бы я был Богом, я бы выбрал кого-то по опыню из старшекурсников, но я не Бог. Бог вторгся. И мы заходим в зал. Но к тому времени, как мы туда приехали, уже где-то 1500 человек собралось в зале. В основном в зале все собрались. Это, по сути, там, где у нас обычно церковные собрания происходят. И я открываю дверь, я сразу же чувствую присутствие Божьего. И мы заходим в зал. И по полу тела лежат. Кто-то здесь лежит плачет. О, горе мне! А другой сидит, смеется в духе. И третий кричит, я свободен! Кто-то плакал, кто-то рыдал, кто-то смеялся. Все, что можно было представить, вся эта смесь была. И вот мы переходим через эти тела. Добрались на стульчик, сели. Сила Божья была в этом доме. И мы просто сидели, о, как это хорошо. Но, по сути, в такой момент не знаешь, что и дальше делать, как реагировать. Реально приходит чувство страха Божьего. И при этом радости Божьей. И ты, ух, ух, ух. И мы видели невероятное исцеление. Мы видели слепые глаза, которые открываются. И у нас сейчас уже целые книги, свидетельства записаны. И Бог пребывал с нами целый год. Вот в тот конкретный день Бог пришел в 9 часов утра. Так, как в день Пятидесятницы. В 9 утра Он пришел. И мы были до 2 часов ночи там. Потому что мы боялись, что если мы сейчас уедем домой, то Он тоже уйдет куда-нибудь. И поэтому мы просто были там. И в конце концов мы поехали домой. И на следующий день опять приехали. И Он все еще был там. И потом, в последующий целый год, мы видели невероятное исцеление. Освобождение людей. Изменение сущностей людей. Вино Духа Святого изливалось. Это было одно из самых удивительных времен за историю нашего Центра. И это справедливость. И Бог хочет принести справедливость в народы. Он хочет принести пробуждение в Ялту. Он хочет, чтобы во всех народах самые невероятные вещи происходили. Чтобы сила Божья просто раскрывала, чтобы люди получали свободу. И вторая часть Луки 18 главы в конце этой притчи Иисус делает такое заявление. Он говорит, тем не менее, когда Сын Человеческий придет, найдет ли Он веру на земле? Тем не менее. И кажется, вот эта фраза, она как бы не впитывается во всю историю. Он сначала рассказывает эту притчу. И рассказывает о том, как справедливый судья Он обязательно проявится. А потом говорит, но, тем не менее, когда Сын Человеческий вернется, в конце времени найдет ли Господь веру в Своем народе? Он берет эту притчу в те дни, в его дни, когда он ходил по земле. И он берет эту притчу и вдруг переносит ее, делает этот сдвиг в дни Вашей Моей Дни. Он говорит, в тот час, в то время, до того, как я вернусь, будут ли люди стоять в вере? Будут ли они людьми веры? Будут ли они верить? Будут ли они ходить в вере? Будут ли они стоять среди всего того, что происходит, и взываться? Он перешел вдруг говорить о том, что в эти последние времена. И он к тому ведет вопрос, что такое вера тогда? Что такое вера? Я знаю, что в послании к евреям в 11 главе сказано, что невозможно угодить Богу, не имея веры. Без веры невозможно угодить Богу без веры. Но мы также видим, что основные учения Иисуса, когда Он ходил по земле, было в том, что Он следил за Своими учениками, чтобы они были наполнены верой. Он стремился к тому, чтобы они были исполнены верой. И Он провел время, чтобы научить их, что Он делает, как Он делает. Это была самая прекрасная программа ученическая, которая когда-либо существовала на земле. Иисус им рассказывал, как что делать. И Он показывал, как это делать. И потом Он говорил, идите теперь вы делайте. Это была программа ученичества, в центре которой был по-настоящему Христос. Но что Он в тот момент, в чем Он был заинтересован, чтобы они были людьми веры. Ему нужны были люди веры, чтобы в тот час родить церковь. И в наш час Ему нужны в конце времен Ему нужны люди веры, которым Он сможет доверять, и которые будут доверять Ему в этот час, чтобы они были людьми веры и молитвы. Вернемся к Евреям, к посланию Евреям. Автор послания к Евреям дает две простые вещи, как определение веры. Он говорит, что вот что вера. Вера — это когда вы верите в то, что Бог есть, что Он есть. Что Он есть. Первое определение веры — это то, что мы с вами верим, что Бог вообще-то есть. Я убежден, что Он это говорил. Он, по сути, это, наверное, так говорит, что мы должны верить, что наш Бог — это большой Бог. Он есть, и Он большой Бог. Что наш Бог больше, чем все состоятельства, которые есть в наших жизнях, в наших городах. Он большой Бог. И тебе нужно верить, что твой Бог есть, и Он большой Бог. Еще в начале 90-х, когда начало в Торонто сходить пробуждение, мы были там на одном собрании, и один человек встал среди служения, вот такого, как здесь, и он кричит, и он кричит, «Большой Бог!» потом садится, потом снова поднимается, и кричит, «Большой Бог!» И после этого его вообще спросили, что с ним происходит. Он говорит, «Я получил откровение, что наш Бог большой Бог. И я верю, что нам действительно для этого нужно откровение, что наш Бог большой Бог. Нет ничего невозможного для нашего Бога. Я видел, как рак во время пробуждения склонялся, заболевание раком склонялось перед именем Иисуса, подчинялось. Я видел всякую болезнь, известную людям, которая склонялась перед именем Иисуса. Я видел, как всякий бес подчинялся, склонялся перед именем Иисуса. И послушайте, ваш Бог большой. И вера, это когда вы убеждены, верите в то, что он большой Бог. Ваш Бог действительно большой? Действительно ли он большой? Я верю, что вы люди верны. Есть еще вторая часть определения веры. Вторая часть определения веры вот как звучит. Что мы не только верили, что он большой Бог, но что он воздает ищущим его или призывающим его. нам необходимо верить, что когда мы призываем его, то он ответит нам. Поэтому выражение веры, то, что он большой Бог и что он вас дает призывающим его. Однажды я был на молитвенном собрании одном. Я вел молитвенное собрание в ИХОПе. И в ИХОПе у нас так устроено, что один ответственен за молитву. И по сути, твоя обязанность присматривать за микрофоном и кто что делает, немного присматривать. И я не забуду. А как я сижу на сцене, приходит 19-летняя девочка к микрофону и начинает молиться за какую-то страну в Африке. И не молится, просто выкладывается в молитву. Она призывает своего Бога. А я сижу и наблюдаю за этим всем. И я слышу, как Бог говорит. Он говорит, что я отвечу на ее молитву. И потом я слышу, как Бог мне говорит. И знаешь что? Знаешь, что будет? Я ей отвечу. Я отвечу ей. Вот в этом вера. Две простые вещи. И нам нужно приходить, как дети, веря, что наш Бог большой Бог и что Он ответит нам, если мы Его призываем. в Америке, вы знаете, в Америке, в западных странах, и я знаю, что во всем мире, в определенной степени, в церкви, одна из самых больших проблем в церкви, затруднений, самое большое в церкви, это неверие. Это одна из самых больших, одной из самых больших битв. Битва за веру идет на уровне нашего разума. Наши убеждения, на что мы действительно полагаемся в жизни. Как мы побеждаем ложь дьявола, как мы начинаем доверять Богу. Но многие из нас борются с неверием. И я считаю, что это крайне критично, важно, чтобы мы разбирались с духом неверия, потому что Он на нас нападает. Вы помните историю в Евангелии Марка, где ученики возвращаются с одной из своих миссионерских походов? Иисус им рассказал все, что они будут делать. Он им показал. Он отправил их. И они это все сделали. Наполненные верой. И они приходят, и они танцуют, радуются. Мы видели, как мертвые восстанавливают, как больные исцеляются. Это удивительно, бесы выходили. Они возвращаются домой, у них праздник просто. И они в восторге. И вот приходит человек, который приводит своего сына, который портит им весь праздник. Он говорит, я видел, ребята, что вы делаете, но мой сын, он одержим. Песы, бывает, бросают его в костер. Вы можете разобраться с его состоянием? Вот вы помолитесь. И ученики пытаются, и не получается ничего. Только что они вернулись с миссионерской поездки успешно. Может быть, они были очень уставшие. Я уже не знаю. Но не получалось у них ничего. И Иисус указал на их недостаток веры в этом случае. Но отец этот не сдавался. Он говорит, не, я же видел, что вы делали с другими. «Делайте, сделайте это для моего сына». Но у них ничего не получалось. И они наверняка сказали, ну, давайте вы придете завтра. Устали. Да, оставьте нас в покое. Но этот отец, он был как та вдова. Он говорит, нет! И Иисус слышит это. И Он говорит, что тут происходит? Что тут такое происходит? Что тут такое шум происходит? И этот человек, да я привел своего сына к твоим ученикам, чтобы они освободили моего сына от бесов. Я люблю своего сына. Я хочу, чтобы он был свободен. И он смотрит на Иисуса. И он говорит, вы хоть можете что-нибудь сделать? И Иисус говорит, «Все, все возможно верующему». И этот отец, у него нет никаких религиозных предубеждений. Он честно говорит. Он говорит, «Да, я верю, но помоги моему неверию». Иисус сказал, «Ты правильно ответил?» И Он исцеляет этого сына и освобождает его. Понимаете, большинство людей, большинство религиозных людей, большинство церковных людей, когда им такой вопрос задают, они сразу бы сказали, «Да, я верю!» Никогда бы не признались в своем недостатке. Да, да я же верю! Конечно, разве ты не видел, сколько раз я в церковь прихожу? Разве ты не видишь, как я молюсь на языках? Разве ты не видишь, сколько я всего для тебя делаю? Они не признаются честно. Но когда вы честны с Богом, когда вы честны, честно говорите с Богом этой вселенной, этим большим Богом, Он отвечает на твои молитвы. Когда Он, когда вы честно перед Ним признаетесь в своем неверии, Он говорит, «Хорошо, это то, что я хотел, чтобы ты увидел». И я верю в то, что сегодня большинство, внутри большинства из нас идет есть вера, но и есть доля неверия. И Господь говорит, «Ты можешь честно мне признаться сегодня? могу ли я разрушить силу неверия, которая в тебе проявляется?» И я верю, что это то, что Господь хочет делать сегодня. Я верю в то, что вы славный народ Божий. И вы верите, вы имеете веру. Но я также считаю, что внутри есть определенные уровни неверия, которые проявляются в вашей жизни и которые мешают потоку силы Божьей в вашем доме, в вашей церкви, в вашем городе. И Бог говорит, «Ты можешь мне это отдать? Ты можешь честно признаться и отдать эту ситуацию мне? Ты можешь?» Он говорит, «Я исцелю». Вы могли бы, пожалуйста, вместе со мной встать? Если это вас касается, если это касается вас сегодня, если Господь действительно побуждает вас, чтобы вы честными были с Ним, я хочу пригласить вас, чтобы вы вышли сюда вперед, встали сюда, вот в линии. Мы хотим помолиться за вас. Спасибо.